друзья всем огромный привет из-за урали сегодня наше видео опять про перепелов про породу белый гигант утяжеленный напомню немного кто не знает перепел белый гигант утяжеленный это ну селекционированная версия обычного техасского перепела это тоже бройлерная порода но она немного крупнее чем обычный техасский перепелам исполнилось 80 дней но это так срок такой что я думаю в принципе вот эта птица как раз уже набрала свой максимальный вес и просто хочется сейчас узнать насколько она еще прибавила в прошлом видео я взвешивал перепелов два месяца вес был где-то 470 500 даже с небольшим грамм просто сейчас давайте узнаем возьмем несколько птичек и взвешиваем их на весах и посмотрим набрали они или уже в два месяца они были вот этого максимального веса который может достичь перепел вот этой породы утяжеленный белый гигант примеру если техасский перепел средний вес у него 350 ну до 400 грамм то вот этот вот эта модификация вот этого техасского бролера она достигает 500 и выше давайте сейчас возьмем и взвешиваем кстати кстати сейчас я вот сделал отбор яйца на новую инкубацию это первый отбор яйца был от данной породы собрал где-то порядка ну наверно 150 яиц сейчас буду закладывать в инкубатор об этом чуть попозже а сейчас давайте взвешиваем и посмотрим набрали они еще больший вес или остался он таким же открою сейчас вот так чтобы покрупнее тут взять меня куртка не влазит сюда вот возьмем давайте вот эту вот эту вот замечательную птичку посмотрите какая она нормально такая крупная а сейчас посмотрим чаем весы аккуратненько успокаиваем птичку и садим ее на весы вес 428 грамм но небольшой небольшой вес сейчас попробую найти еще передать protrouse کیка тихо 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 успокойся успокойся уж покойся 420 не крупные еще одну возьму куда побежал куда побежал тихо 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 да успокойся ты а 483 вот ребята мои предположения в принципе подтвердились птица растет набирает вес до двух месяцев средний вес вот сейчас перепелки составляет 450 470 грамм ну где-то так примерно в среднем ну в целом перепелка намного крупнее обычной техасской породы порода перепелов не очень нравится так как она вообще неприхотливая в содержании очень хорошо достаточно хорошо несется для мясной породы соответственно крупный вес неприхотливая ни в каком плане обычные стандартные условия содержания вода корм температура в помещении не должна опускаться ниже там 10 градусов перепелка перестает нестись ну и соответственно все единственное минус у них бывают какие-то механические повреждения бывает что повредят лапу бывает что повредят крыло так как посадка достаточно плотная петухи постоянно нападают на самок ну и бывают такие моменты что случаются вот эти механические повреждения но тогда перепелка конечно бывает что погибает но это случается не так уж часто и в принципе в пределах разумного здесь у меня как я говорил два вида техасских перепелов белый гигант утяжеленный две сетки у меня сидят вот эти как раз утяжеленные внизу у меня чисто не сушки техасского перепела они немного мельче но несут яйцо тоже очень неплохо и здесь вот молодняк тоже сейчас пока в данный момент они у меня на яйцо высажены ну со временем когда наберут массу я их пущу большую часть на забой на мясо а сейчас закладываем свежее яйцо и разводим вот этого белого гиганта утяжеленного посадка в клетке у меня примерно где-то 20-25 штук клетка 60 на метр 0 6 квадратных метров получается и высота 20-25 сантиметров и так друзья вот яйцо которое я отобрал на инкубацию но по своим наблюдением скажу что яйцо которое я закладывал изначально на родительское стадо было на порядок крупнее чем яйцо вот сейчас возможно это связано с тем что перепел еще недостаточно взрослый сейчас им 80 дней это получается что у нас два с половиной месяца на скорее всего может быть яйцо будет нормально крупной такой своей достаточной величины где-то может месяцем четырем ну а так вот принципе нормальненько ровненько яйцо здесь вот где-то ну может 150 штук точно еще не считал можно посчитать раз два три 4 5 14 126 130 из 130 и сейчас здесь находится получается я думал 150 ну и нормально в принципе этого достаточно собирал я их неделю больше не стал увеличивать срок сбора потому что уже после недели начинается процент уменьшаться вывода у яйца жизнеспособность яйца сокращается уже инкубационного так инкубатор у меня blitz норма 72 температуру стоял 38 8 градуса влажность где-то примерно 65 процентов ну и все сейчас он уже инкубатор у меня вышел на рабочий режим сейчас закладываю туда лоток с яйцом и все начинаем инкубацию срок инкубации 17 дней кубатор хорошо прогрелся вода налита влажность 65 градусов поддерживаем где-то примерно до десятого дня так все устанавливаем в лоток горизонтальное положение закрываем инкубацию буду проводить без переворота в принципе это не очень влияет никак на вот этот процесс инкубации что с переворотом что без переворота яйцо достаточно мелко она хорошо прогревается влажности в яйце достаточно поэтому прилипание эмбриона к стенкам не происходит в отличие вот куриного яйца повышенную влажность на начальном этапе тут немного срок увеличивается у куриного яйца на 5 7 день убавляется вот это повышенная повышенная влажность а здесь на 10 день чем это обусловлено вот есть такое понятие там в яйце алантоис вот когда он закрывается яйцо набирает всю необходимую влажность для дальнейшего развития эмбриона и тогда уже влажность не так важно там потом убавляем до 30 до 40 процентов 45 40 45 процентов ставим и на 15 день увеличиваем влажность до 75 80 процентов чтобы цыпленок нормально мог вылупиться чтобы скорлупа была достаточно мягкая для вывода цыпленка но в принципе все на этом друзья подписываемся на канал следите за новыми сюжетами всем добра друзья ставьте лайки всем пока пока